Да, я включил. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня очередное занятие нашего замечательного курса. И мы разбирали отдельную главу, которая называется ВАЕЦЕ. Напомню вам, что год назад мы разбирали отрывки, связанные с рождением 12 сыновей Якова. Точнее, 12 сыновей и одной дочери. И вот мы дошли до 24-го пасука в параграфе 30-м. А сегодня мы продолжим. Сколько успеем, столько успеем. 30-й параграф до конца я обработал и начал обрабатывать параграф 31-й. Что это значит? Я посмотрел, какие слова могут быть нам интересны для тех, кто пока еще не в танке, кто только влезает в люк. Желтым фоном я выделяю слова для себя, которые я считаю, нужно как-то прокомментировать. И зеленым слова, которые я вставил в словарик. И сам файл и словарик я ставлю заранее. Но, к сожалению, сегодня получилось чуть-чуть, буквально за несколько минут заранее на нашу группу в Телеграм. Теперь из наших постоянных участников Светлана сообщила, что сегодня она вряд ли сможет присоединиться. Теперь я прошу тех, кто может поднять руку, когда подойдет очередь. И если возможно, да, прочитать фразу, а если возможно, еще и разобрать ее. А я, естественно, принимаю роль руководящей и направляющей силы нашего общества. Если не получится, если вы не рассчитываете на свои силы, пожалуйста, не стесняйтесь, вы можете просто слушать. Вот, если получится только прочитать, это тоже мне поможет. Итак, я начну. Параграф тридцатый. Мы начинаем с двадцать пятой фразы. Масук каф-эй. Ва-э-ги ка-шер-я-лда рахэль-эт-йосеф ва-йомер-я-ков эль-лаван. Шал-хей-ми вэ-э-ха эль-мэ-коми уле-ар-ци. Ва-э-ги и было ка-шер во время как или когда. Ялда – это значит рожала. Пусть вас не смущает буква «ю» в начале, это корневая «ю», а не префикс будущего времени. Рахэль, кого она рожала? Йосефа. И сказал Яков Лаван, вот это слово «шалах», которое переводят как «послать», например, «послать письмо» или «шалиет» – это «посланец», в контексте нашем означает «отпусти, разреши мне уйти». Так же, как в знаменитой фразе «шалах-эт-ами» – «отпусти, народ мой». «Отпусти меня шлахэй-ни» – вот это «ни» – дополнительный местоименный суффикс. Ва-эл-ха, как элех, и я пойду в будущее время, первое лицо. Эль-мэ-коми – в мое место у ле-ар-ци и в мою страну. Какая это страна, кто знает? В Израиле, наверное. В Израиле, да, где живут наши прадцы? Откуда бежал Яков, спасаясь от своего брата Исава? В каком месте они жили? В Бер-Шево. В Бер-Шево, как мы читали в начале нашей недельной главы, и вышел Яков с Бер-Шево и пошел в храм. Туда он собирается вернуться, в мое место и на мою родину. Так, я попрошу Анну продолжить посылку Кав-Баву. На-э-э-на-шай-на-шай-нела-дай-а-шер-авад-ти-ха-дхав-а-гэ-э-э-э-э-те-а-ар- teach item. отдай моих женщин и моих детей за которых работал я тебе и у тебя которые работал я тебе тебя вот так но смысл понять в них у них за них и пойду я ибо знаешь знаешь ты служба мою которую я работал у тебя или для тебя я работал тебе но смысл в общем-то ясен хотя звучит это немного не по-русски но это не по-русски написано спасибо она все очень мило так что я попрошу тимофея вот а марк и иван я просто не всех помню в лицо и по именам если у вас будет желание присоединиться пожалуйста милости против после тимофея так тимофей козаин козаин вайомер алав лаван им нам ацати хэн бэйнеха нехажьте вайврхэни ашэн биглалеха вот слово нехажьте мы сейчас немного разберем да окей вайомер алав лаван и сказал им лаван им нам ацати хэн бэйнеха если нашел я милость твоих глазах нехажьте вайврхэни ашэн биглалеха вот это вот леннахэш в современном еврейте означает угадывать а здесь это означает что-то типа гадать то есть с помощью каких-то приспособлений или ухищрений гаданий я выяснил некую информацию и вот и благословил всевышний меня так биглалеха как вы это переведете из-за тебя ну благодаря тебя или ради тебя благодаря тебе совершенно верно да спасибо спасибо тимофей так кто хочет присоединиться есть желающие не обязаны совершенно не обязаны ну что я попрошу на талант разнообразие почитать следующую фразу кафхэд можно и у нас что кафзайн кафхэд а каф а кафзайн конечно кафзайн вайомер и лаван им нам ацати хэн бэйнеха нет как раз это мы покидали извините что мы что мы переведем так и сказал вайомер и сказал наква это слово означает мы мы установим мы как мне дали что мне дает словарь сейчас я посмотрю минуточку на каф назвать точно указать да 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 совершенно вот мы установим мы нет вот извините неправильно неправильно но он здесь корневой они значение мы это сделали укажи установить сахарха плату твою то есть какую плату ты установишь я хочу послушать а лайк ко мне и будет дана это на это будет она дана кафтет тогда тоже я вайомер и лав а то я даты это ашер а вад тихо в это ашер а я миг ниха идти и сказал ему а то я дата хоть я дата это вообще слово стоит прошедшее время не знал но переводится это смысл ты знаешь это ашер а вад тихо как я работал на тебя в эд ашер а я и как было миг ниха миг не это стада твои стада идти со мной то есть каково было стадам при мне когда я работал так ламид а Да. Спасибо. Ибо, ну, малым, малое, ну, вот это стадо, видимо, Яков говорит, Лаван, малое, оно было до меня, знаете, это стадо было малое. Ашеха, я леха, у тебя лефанай предо мною, то есть до того, как я. До того, как я. Слово Ефроц, я скажу пару слов, да. Значит, вообще-то парац – это прорываться, пробиваться. Но и может оно проламывать, да, но может оно иметь значение бурного роста. Резко возросло Ла-Ров к увеличению. Да, пожалуйста, дальше. Значит, возросло и оно увеличилось. И благословил Всевышний Отха и тебя, Рагли, ну, как бы через меня, но иметь в виду с моим приходом. А, слово Регель буквально означает… С ногами, с моими ногами. Смотрите, иногда мы переводим это действительно как нога, иногда как нечто регулярное, кстати, слово с тем же корнем. Вот, например, шалаш Регалин, да. Вот, или Кама Регалин – это вместо Кама Памин иногда используется. Но вот это вот выражение Ле-Регель по случаю означает, и оно используется сейчас, но больше в такой официальной речи. Ле-Рагли по поводу меня в случае, в связи со мной, да. Ве ата через айн. И теперь, когда я буду делать и так же для себя, и для дома своего. То есть, видимо, имел в виду, что, ну, как бы я тут ничего не заработал. Когда же я на себя-то что-нибудь заработаю? Верно, совершенно верно. Речь идет о времени, когда 7 лет он отработал за Лею, думаю, что работает за Рахель. 7 лет он отработал далее за Рахель. За это время родилось у него 11 детей, 11 сыновей из 12, плюс дочь Дина. И еще 6 лет, как нам известно, он работал, вот об этом еще будем читать, за определенную плату за то, что Лаван должен дать ему имущество. Ибо, иначе, как он пришел к Лавану, совершенно нищий, так, соответственно, он и уходит от Лавана, но он же должен содержать двух жен, точнее четырех, вот, и достаточно большое количество детей, верно? Вот, значит, пользуясь тем, что у него есть, так сказать, мишло, то есть занятие, чем он занимается, чем он заработает, он предлагает Лавану, вот, теперь я буду работать, что называется, на себя. Так, продолжаем. Ламет Алиф, Тимофей, да? Ламет Алиф. Ламет Алиф. Понятно. Переводим. Слово Меума, я напомню, это значит ничего. Да. А Ре, это слово Ро Ай через Ай, то есть пасти скот. Ро Ай, сон через Ай, это паст. Да. Да. Буду пасти, значит. Окей, переводим. Ва Юмер. И сказал. Мае Тенлах, что дам тебе? Ва Юмер Яков Ло Тетенли Меума. И сказал Яков Ему, ничего мне не давай. Ва Юмер. Угу. Им да сели Адавара Зе, если сделаешь мне вещь эту. Так. Ашова Ре Цонха Эшмор. Я вернусь, буду пасти стада мелкого скота твои и охранять их. И охранять их. Да, совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Так. Ламед Бет. Ну, никто у нас самостоятельно не вызывается. Давайте. Так, Натан, у нас здесь или… А я здесь. Давай, давай. А вор бе кольцунха айом асэр мишам коль сэ нкот витало в витало в холь сэ хум бе квасим витало в венакот беизин в айас ха и… И вот я пройду сегодня по всему твоему скоту. Я выделю оттуда, поставлю как бы асэр. Выделю оттуда. Да. Всякую, да, всякую сэ, всякую овцу. Он выделяет сине-белые, которые крабчатые, которые, не знаю, спиднистые, и те, которые коричневые. Да, и все, которые коричневые – бе квасим. Есть сэ, а есть квазим. Это овечка, а квасим – это бараны, наверное. Там вроде «ксавим» написано. Что-что? Что ты говоришь? Там «ксавим» написано, а не «квасим», да? Там чередуются? Одинаково. «Квасим», да, да, да. Оба слова означают то же самое. Нет, нет, там «ксавим». Нет, нет, «ксавим», да, правильно, я привычки посчитал в классе. Да, написано, правда, «ксавим», но это, наверное, то же самое. То же самое, да, верно. Ну, и опять «вытало», «выноход», и опять эти «крапчатые» и «педнистые». А, и «среди козлов» тоже, «боизим». И это, по существу, будет моя плата. Да, совершенно так и есть. Значит, вот тут есть интересные термины, спасибо, Натан, которые, в общем-то, в буквальном переводе означают одно и то же, да, и то, и другое переводится как «педнистые», да, вот. Но издание «Кумаша», особенно такие вот современные для детей, приводит иллюстрации, которые показывают, что означает слово «никудим». Ну, мы знаем слово «никудот», «никуд», «точки», это и огласовки еврейского текста, да. А вот слово «тлуим» Раша объясняет от слова «тлаим», «заплаты». Это, наоборот, широкие и крупные пятна. Ну, слово «хум» вполне современное, да, бурое, коричневое, с красноватым оттенком. Так, да, совершенно верно. Вот, советую вам, если вы хотите разобраться, что это и как, во-первых, посмотреть перевод, ну, скажем, вот в том файле, в том, извините, в том сайте, который я всегда рекомендую вам. Вот, он приспособлен именно для комментариев Раши. Вот, и, с другой стороны, может быть, посмотрите закон о наследственности монаха Грегора Менделя, потому что здесь речь идет о них и о том, как они в порядке чуда были изменены. Так, продолжаем. Спасибо. Ну, что же, я тогда беру, да? То есть, слиха, это было, представляется, очень как бы заманчивое предложение для Лавана по простому смыслу их гораздо меньше, чем обычных белых. То есть, как бы он, наверное, подумал, чушь какая-то, мужик с ума спятого, нафига он берет этих пятникстых крапчатых, которых единицы. Да, и он, грубо говоря, повелся, ну, и пролетел. Ну, он все в руках Всевышнего, которому Лаван, очевидно, не так уж и доверял, а напрасно, как мы видим. Так, что сейчас? Ламед Гиммел, да? Да. Подвинь, пожалуйста, текст. Да, слыха. Вот так, да, 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 да. Ну, корень нам известен, да? Би, то есть, за меня в данном случае, циткати, праведность моя, то есть, праведность моя ответит за меня, что это значит. Любому непредвзятому будет видно, так, что же будет видно. В боем махар, то есть, ну, не буквально завтра, а в будущем, да? Если придет на плату мою предо мною, все, которое не, вот это эйнейну, это глагол в множественном числе со значением не является, что не является некот веталу, то есть, пятнистым и храпчатым, ба-эзим среди коз, ве-хум ба-ксавим, и коричневое или бурое в овцах, ганув, слово ганув, как вы понимаете, слово ганав, крал. Что у нас еще есть ганув, кто иврит изучал, это название, это название одного явления ивритской грамматики, никто не помнит. Патах ганув, например, слово поте-ах, должно быть поте-х, да? Откуда берете этот потах, он буквально ганув, он украден. Так, ганув, гу-ит-и, он украден буквально со мной, то есть у меня, то есть украден он, а, пардон, 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 пардон. То есть имеется в виду, вы можете проверить в том, что является моим, если есть что-то, которое не обладает вот этими вот признаками, да, то оно мною украдено. Да. Ламед, далет. Так, прошу вас. Можно мне? Да, пожалуйста. Знаете слова, если знаете, давайте я вам готов помочь, если нет, то я скажу вайомер, лаван. И сказал лаван. Да, это буквально да, совершенно верно. Лум – это такое специфическое слово «если бы» или «как бы», но в данном случае «пусть будет» и «ки двореха». Пусть будет, да, «ки двореха», как слово твое, да, аналогично тому, как «салахты ки двореха». Помните вы это, да, как Всевышний говорит далее Моисеев. Спасибо, Иван, все, все очень, очень правильно. Так, Ламед, гей, есть желающие? Ну, теперь я. Да, попрошу вас. Совершенно верно. Удалил в тот день всех козлов, козлов, тоже каких-то пятнистых или крапчатых. Пятнистых и крапчатых, будем считать, что так, да. Пятнистых и полосатых. И всех коз накудим точечных, точечных и полосатых. И все, которые были у Лавана. И всех бурых из овец, бэксавим. И дал в руки своих сыновей. Сыновей, да, совершенно верно. Вот это вот слово Лаван, то ли это имя этого товарища, то ли это значит белое. Давайте посмотрим перевод. Если несложно вам, чтобы мне не переключаться, Анна, посмотрите, если можно, в переводе, вот в конце этого посылка Ламед, Ламед, гей. А, все-таки с белизною. Все, что белое. Все, что белое в нем. Это не то, да. А Шерлаван Бо, в которых было белое в них. Ага, да, 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 так будет правильно. Так, хорошо. Спасибо вам. Моя очередь. Давайте. Замет Вау. Замет Вау. Вае Сем Дерех Шлошек Ямим, Байно Увейн Яков, Байаков Руэ Э Цон Лаван, Ганно Тарот. Верно, так. Вае Сем Дерех Шлошек Ямим. И положил путь трех дней. Да, 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 то есть на расстоянии трех днейного пути. Вае Сем Дерех Шлошек Ямим. Между ним и между Яковым. Вае Сем Дерех Шлошек Ямим, Байаков Руэ Э Цон Лаван, Ганно Тарот. И Яков пасет в тадо мелкого скота Лавана. Остальных, что ли? Оставшиеся, да, Ганно Таркак. Оставшиеся. Да, оставшиеся. Да, так. И Ламед Зайн. Так. Ну что, мне взять? Да. Давайте. Хорошо, что это мне досталось, потому что тут есть несколько слов, которые я выписал. И взял себе Яков. Слово Макаль как Макель. Макель – это посох. Ну, мы переводим это как прутья, то есть длины палки. Вот слово Ливне, значит, хоть оно и однокоренное слово, это название некоего дерево. Сейчас я посмотрю, какой. Так, нет, я не посмотрю. Почему? Потому что я что-то… Нет, я не перевел это слово. Какое слово, но по-моему… Какое слово, да? Какое слово? Ливне, Ливне, забыл. У меня написано, что это белый тополь написано. Ламед Зайн. Вот в вояках лояков Макаль Ливне. Но из березы. Да, возможно, береза в наших краях… Ну, как, из Ближневосточной березы. А, то есть это имеется в виду береза именно местная, да? Да, которой у нас нет. Вот-вот, да. Ну, смотрите, может быть, какой-то другой перевод. Нам это не принципиально важно. А тем, что белое, которое можно… Как это по-русски-то слово такое, но звучит не слишком прилично. Как это называется? Вылущего тебе что-то такое? Есть какой-то перевод? То есть он на нем поря… На самом деле как бы снимал кожу. Содрал, содрал кожу. Да, да, да. А, вылуплял. Вот как. Где-то был перевод у Штенберга, по-моему. Вылуплял уже. Вылуплял, по-моему, яйца вылуплял. Штенберг, ну, такой-то смотри. Так, лах – это значит влажный, сырой. В луз – вот это слово луз, да? Это дерево миндаль, скорее всего. А армон – это, представьте себе, каштан. Я видел, здесь продают каштаны, но я не видел, чтобы здесь каштаны росли. Это вам не Киев. Тем не менее, зеленые лиманы, кажется, там были цветущие каштаны, да? Вот только шаланта там тут не хватало. Так, в общем, он брал прутья, то есть длинные прямые ветки. Вот тут перечислено несколько видов деревьев. И вот этого слова вои-фацель, да? И фацель, да-да-да-да-да. Защеплять, разделять. Но смысл в том, что он в нескольких местах снимал кору. Ба-эн – в них. Так? П-цалот. Цалот – это вот те места, где кора была снята. Леванот. То есть получались белые участки, да? Махсов, 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 Махсов. Так, кажется, у меня было это слово. Махсов, да. Вот, интересно, что дает словарь. Он дает вырез «декольте». А, как «махсов». Ну да, конечно. Это совершенно, да. Это совершенно применимое слово в современном элите по отношению к тому, что по-русски сахарно называется «декольте». Ну да. Махсов, Махсов. По-моему, это же слово в электротехнике обозначает провод без изоляции. Ну да, Махсов – это как бы дезагибиционизм, обнажение. Да. Но мы с вами все-таки говорим о Кусихпах, так что не будем углубляться в далекие мечты. Вот, значит, ну, я просто помню по комментариям, что Яков делал эти прутья полосатыми. Там, где кора была снята, был белый участок. Там, где кора оставалась, был участок темного цвета. Вот, в зависимости от того, какое дерево он брал, значит, светло-коричневого, темно-коричневого. Вот. Леван-От, Махсов, Га-Лабан, Белэ, Ашер-Аль-Хамаклот, которые на этих прутьях. Теперь Ламет-Хет – тоже интересное слово. Ва-Яцег – я скажу по этому поводу пару слов и предоставлю перед нами микрофон. Га-Цага – представление. На-Циг – это представитель. Ми-Яцег-От-Ха – кто представляет себя. Например, адвокат представляет своего клиента, своего клиента в суде. Значит, вот это слово – Ма-Циг. И буквально, что сделал? Представил, то есть поставил на виду. Кто читает Ламет-Хет, кто желает? Можно? Да, конечно, да, конечно, 100%. Ва-Яцег – это Амаклот Ашер-Пицель-Бариатим-Бешикатод-Амаим-Ашер-Тавона-Атсон-Лиштод-Лынухак-Атсон-Ва-Ехамэна-Быву-Ан-Лиштод. Точка. Да, спасибо. Спасибо. И поставил на обозрение, представил вот эти маклот, эти прутия, которые он очистил. Бе-Рагатим – перевод – это паильня. Это буквально как корыто, то есть куда стекает вода, чтобы скот мог напиться. Ба-Ше-Катод – это практически то же самое, насколько я понимаю. Рагат – это корыто, шокет – это тоже корыто. В корытох воды, которые – это форма будущего времени, множественное число женского рода. Приходили А-Цон-Стода-Лиштод-Лен-Нохах – это буквально в виду перед А-Цон, перед вот этим скотом. Ва-Я-Хам-Э, Ва-Я-Хам-На. Тут, конечно, это слово «хам», но перевод Тора дает интересный. Яри-Лись, имеется в виду, что становились разгоряченные. Бе-Во-Ан – при приходе их, это пожежанский род, ли-Штод. Вот интересный перевод тут дает Раши, можете посмотреть у нас. Даже я вставил это в слова. То бишь, это способствовало тому, что у Скотта появлялось желание размножаться. Первое заповедь Торы надо на человека, но и животное никто не понял. То есть это генно-инженерия, правильно? Так я понимаю. Да, генно-модифицированные. Да, да, да. На самом деле спорят наши комментаторы, действительно ли такое возможно. И я уверен, что если сейчас кто-то поставит эксперимент, у него не получатся такие результаты, да, это уже какая-то получается… Да, Лысенковщина, вот. Да. Ну так, да, антинаучная. Но дело в том, что Яков, конечно же, молился Богу, и Бог ему помогал. Но, как известно, когда ты просишь благословения, ты должен приготовить для него сосуд. Он сам делает какое-то, да. Первый шаг, да, купить лотерейный билет. Так? Да, хорошо. Ламет чего-то это, да? Ламет это, кто желает? Ну, давайте я. И вот, ну, я не знаю, что означает это слово. Ярился. Да. То есть, имеется в виду, наверное, возжелал размножиться этот мелкий рогатый скот. Эль-Хамаклот к вот этим палкам. И рождали по-э-ла-дна. Это тоже множественное число в будущем времени в женском роде. Значит, сон имеет в виду, конечно, козы и овцы. Кого же они рожали? А кудим, не кудим, уплогим. Как мы знаем, это острые, крапчатые и какие-то там еще опоясанные, по-моему. Так вот перевод более точный. Да. Мемо, пожалуйста, кто желает? Теперь я. Прошу вас. Так. Ак-савим хифрит, хифрит яков, вейтен ней ацон эль акуд, окод, вэхоль хум бецон лаван, вэяшетло эдарим левадо вэло шатам альцон лаван. Вот слово лаван. Слово мы должны посмотреть. Ну, скорее, тут уже, по-моему, я смотрела, вот именно лаван имеется. Ага, да. По смыслу вроде бы, да. И вот говорится, что он, Яков, отделял ягнят. Уксавим, тут они переводят, как ягнята. Ага. И давал, и тут имеется интересно, ставил скот лицом к имеющим пятна. Вот это интересно. И дал лицо вот этих овец к акуду, да, вэхоль хум, к пятнистым и бурым. В симбуром пятнистым. И содержал свое стадо отдельно и не оставлял вместе со скотом лаван, именно лаван. Да. Эдар – это стадо эдарим. Вэло шатам. Ага. И да, да, да. И не допускал смешения со скотом лаван. Да, верно, спасибо. Так, мэм Алиф. Мэм Алиф и я. Да, прошу вас. Вэгайям. Бэхоль яхэм, ацон мэкушарот, вэсам яков, это маклот, лейней ацон, дара хатим, лейэхмэна, ба маклот. Да. Да, пробуем. Вэгайям. И было. Бэхоль яхэм, ацон мэкушарот, каждый раз, когда ранние стадо, а мэкушарот, не уверен, как перевести. Мэкушар, мэкушар. Мэкушар, присоединенный, вот я не очень представляю. Да, я не обратил внимания на это слово, но попросим Анну взглянуть в перевод. Там сказано, когда были они те, которые крепкие были, сильные. Он с ними-то сказал, прутики перед ними ставил, чтобы они там размножались. А когда слабые были, наоборот, он их... Это сильные, да. Размножались. Да, ага. То есть, когда размножались, шли размножаться, вот, животные, мэкушарот, это, очевидно, сильные. Когда ставил сам, буквально лаван, пардон, яков, вот эти маклот, лейней ацон, пред глазами вот этих овец. Ну, овец, да? Женского-женского пола. Там же женщины пили, а мужчины приходили и размножались. Мужчины делают свое дело, я не знаю. Вот у этих корыт, чтобы они размножились перед вот этими прутиками. Интересно. Так. Мэмбет. Так. Ну, что, Натан, Мэмбет сделай. Ве Атиф Ацон, Ло Ясим. Ве Атиф Ацон, Ло Ясим. Ва Ева Атуфим Ле Лаван. Ве Акшурим Ле Яков. Вот здесь интересное слово. Га Атиф, да? Вообще-то Атуф, это буквально завернутый. Да, Матафа, это конверт обертка. Но, объясняет Раша, это значит, менее сильные, да? Ослабленные. То есть, когда хилые, 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 да. Когда вот хиленькие приходили размножаться, Ло Ясим не ставил. И были вот эти вот хиленькие Атуфим. Кому? Лаван, да? А Акшурим, да? Сильные были? Якову. Интересно, что пишет Самчино, что, по сути, это не было нарушением договора. Потому что не предусматривал договор, значит, вот таких вот действий, да? Но, более того, конечно, комментарии говорят, что дело не в том, что именно делал Яков, а в том, что Всевышний благоволит ему, и Яков сделал некий сосуд для благословения. Так. Да, спасибо. Мам гибл, давайте я. И буквально сильно поднялся, то есть подпрыгнул буквально, да? Этот человек очень-очень. Ваяги ло, и были у него гад, извините, цон. Ра от многочисленные, кто стада мелкого рогатого скота, у шифоход. А рабы нет в него откуда? Да, а вадим и рабы. У гмалим, и хамурим. И верблюды, и ослы. Очевидно, значит, продавал он скот и на это покупал прочее необходимое ему в дальнейшем имущество. Я понимаю так. Да, хорошо. Дальше у нас идет для рекламы «Алиф». Подвинь, пожалуйста, текст. Я сразу предупреждаю, что сделал его не до конца, но мы до конца-то и не дойдем. Так. А что-то я тут не вижу, чтобы я что-то подчеркнул. Хотя, в общем-то, были какие-то. Смотрите, здесь практически нет у меня слов, которые вошли в словарь. Вот. Поэтому мы, по ходу, просто их разберем. Кто желает дальше? Кто за мной? Теперь я. Да, прошу вас. И услышал слова сыновей Лавана, которые говорили. Говорящих забрал Яков все, что было, все, что есть у нашего отца. И из того, что имя Ашер, и из того, что у отца нашего сделалось, ну, как бы буквально, получается, сделал весь почет себе. Он все, что богатство составил, составил из этого себе имущество богатства. Да, 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 да. То есть, конечно, Лаванята, это, так сказать, ему позавидовали. Понятно, да. Ага. Тимофей Бетт, да? Да. И вот не такой он с ним, китмоль шельшом. Получается, как вчера и третьего дня. И третьего дня вчера, и позавчера, да. Вот этот тмоль шельшом выражение вошло прочно в еврей, в том числе, и современный. Например, одно из самых старых кафе в Иерусалайме недалеко от улицы Яхо там во дворках. Так оно называется, тмоль шельшом, и в нем поддерживается такая вот романтическая атмосфера, ну, я думаю, где-то на уровне 30-40-х годов. Я в Израиле не был в то время, но, судя по всему, вот так. Да, тмоль шельшом – это вчера и третьего дня, то есть вот в недавнем прошлом. Да, верно, так. Давайте гимм Илья. И сказал Всевышний Ильякову, вернись в страну твоих отцов и на родину твою, и буду я и Мах с тобой. Так. Кто желает, Далит? Давайте. Давайте. Вышла к Яхоу, выкрали Рахель, Лилея, Асаде или Цуно. Цуно, да. И посвал Яхоу, позвал Рахель и Лилея в поле к стаду. К стаду, да, к стаду его, да. Спасибо, Иван. Вот здесь я помню комментарий, очень такой лопидарный от Рашель. Почему он позвал их поляки, потому что у стен есть уши. Слово «котель» иногда используется значение наружной стены зданий, но иногда как и межкомнатные перегородки. То есть то, что говорится в доме, это может быть услышано, а Яхоу был в этом, как вы видите, не заинтересован. Да. Теперь я. Так, прошу вас. И сказал им, ну... Своим женам, женщинам, вижу я перед, что лицо отца вашего, что он не таков со мной, как вчера и третьего дня. Да. И бог отца моего был со мной. Ага, да, был со мной, да, верно, совершенно. Так. И мади – это как ими или как идти, да. Так. Да. Симашей, да? Да. Так, вот, все перевести могу, кроме первого слова. Я думаю, что слова Натанно, но не уверен. Ядатен, а, как Атен, вы, как Атен, но основание. Понятно. И вы, Ядатен, вы знаете, вы знали. Знаете, кибихолико хи, что со всей своей силой, а вот эти это, Авихен, служил я вашему отцу. Да, верно, совершенно верно. Так, Зайин, ну, почетный Зайин, поручаем Натану, да? Почетный Зайин, так, секунду. Ну, как бы смысл такой. А папаша ваш, он меня дурил, менял мою плату десятки раз. И если бы не Господь, который не дал ему это сделать, и да, если бы не дал ему Господь для того, чтобы как бы не причинить мне зло. Да, да, сделать плохо мне, совершенно верно. Вот это вот первое слово, да, словарь переводит как насмехаться, издеваться, да? Да. И вот интересно тут выражение асерет моним. То есть десятки, что такое монэ, это буквально счетчик. Ну, как десятки раз. Да, верно. Мы узнаем из последующего текста, как это вообще имело место, да? А, так, спасибо. Хэт, давайте я. Если так говорит, что будут некудим, некудим это, наверное, крапчатые, это мелкие точки, с хареха твоей платы. И рождали все овцы, ну, имеется в виду овцы и козы, да, кого крапчатых, некудим. А если так, он говорит, будут пятнистые твоей платы, то рождали все животные, соответственно, пятнистых. Вот так. Анна, возьмите тет? Да, да, да. Пожалуйста. Получает тут перевод, как забрал, отнял Всевышний скот стада отца вашего и дал мне. То есть Всевышний сделал так, что законным путем стада вашего отца перешли ко мне. Да, верно. Спасибо. Так, Юджин. Давайте я. Да. Ага, вот тут новое слово есть, да? Ва-и-и. Да, пробуем. Так. И было во время, когда я лился. Да. Когда они, соответственно, размажались, да? Этот скот. Скот, да? Этот скот. Па-э-сай-тай, па-э-рэ. Поднял глаза. Поднял я глаза, да, и увидел. И увидел вас с ним. Не, да, интересное сочетание, да? Да. И вот. А-тудим, а-олин, а-ля-тсон, а-кудим, нэ-кудим, у-ву-рудим. Ага. И вот, а-тудим. А-тудим. Это вроде бы бараны, насколько я понимаю. Так, ага. Вот поднимаются на скот. Какие? На Кудзим были крапчатые, а Кудзим были пятнистые. Скорее, пятнистые, крапчатые. Это слово нам не попадалось, я просто помню объяснение. Это такая расцветка, когда пятна сливаются вроде бы в полосы. Полосы вертикальные, то есть они идут сверху вниз по шкуре. На рисунке, во всяком случае, это было показано, как Врудим. Интересно, что когда давным-давно, наверное, лет 40 назад, нет, чуть поменьше, я читал Тору, мне показалось, что слово Врудим означает розовый. Я представлял себе вот таких розовых овечек. Но на самом деле, Ворот и Врудим, они пишутся, эти слова пишутся через Вав, а здесь Бет у нас. Так что это нечто другое. Так, спасибо. Юд Алиф. Ну, давайте я. Ва Йомер Элай Мал Ах Ха Эдугим Вахалом. Я Аков Ва Йомер Хинени. И сказал ко мне ангел Бога во сне. Яков, и сказал я, вот я. Юд Бет. А, да, милости просим, конечно, Иван, пожалуйста. Ва Йомер Элай Мал Ах Ха Эдугим Вахалом. Да, 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 спасибо. Юд Бет. Ва Йомер. И сказал, имеется в виду ангел. Угу. Знаете это слово, да? Иса Эйнай Эля Рим. Подними, это императив, подними на это, пожалуйста, Эйнеха, глаза твои. И Винь, да, все бараны от Вудим, насколько я понимаю, это вроде бы бараны, да? А, Олим, поднимающиеся, Аль, отцом, здесь это имеется в виду на овец. Какие они? Они Ах Удим, Нек Удим и Врудим. Ну, вот этих вот расцветок. Ки Раити, потому что видел я это, продолжаются слова ангела, да? Все, что Лаван делает тебе, да? То есть Малах как бы подтвердил, что все это по справедливости, и так оно вроде и должно быть. Так, ну, давайте еще парочку, и на сегодня мы завершим. Юд Гиме. Да, давайте. Да, верно. Я Бог, которому Бейт-Эли ты, ну, Машах-то, имеете в виду, помазал, там сказано, что память, когда вот Якову приснился сон, и на камень, на котором он тогда лежал, он полил на него масло и поставил его как вот мацева, как память. Мацева, совершенно верно, да. Вот, и там же он дал обещание Всевышнему, и Шерк Турман дал Недору, на Дарта Недору, дал обещание, обещание, обещание. Да. Там же дал обещание, и вот встань, выйди из этой земли и вернись в землю, где ты родился, ну, в свою родину. Ага, да, верно, спасибо, Анна. Комментарий говорит, что Яков обещал, да, обещал сделать на этом месте, да, принести жертвы, но рассудил, что раз Всевышний присутствует везде, то не все ли равно, где он это делает. Однако Всевышний рассудил не так, и вот здесь он напоминает ему об этом, что вот такое обещание Недор, Недор – это обет, обязательный к исполнению. Очень трудно отменить Недор, хотя, в принципе, такое тоже возможно. Вот, но слово это используется в выражении Недор, которое употребляется достаточно часто, то есть, когда человек что-то обещает, да, он говорит Недор, он говорит, что Я не даю обет, но Я постараюсь это делать. Конечно, не освобождает его от обещания, то есть, блин, Недор не воспринимается, как будто я, как бы это сделаю, на самом деле, и не собираюсь это делать. Вот, но Недор – это, как известно, нечто более строгое. И ответили Рахель и Лея, и сказали ему, омарна – это будущее время, так, хауд – это еще, а ха – это как бы вопрос. То есть, то есть, еще есть у нас хелек, часть и нахала, и участие, так, в доме отца нашего, Тет Вав и Тет Зайн, вот, пожалуй, мы прочитаем, и все, да? Тет Вав, кто желает? Давайте я. Тимофей. Тимофей. Да. Красивая фраза, но сложная на переводе. Вот это вот ха – ло – это разве не, а но хри – да, не чужие, но хри – это… Да, разве не чужие, нехшавну. Что такое нехшав? Это нефаль, да? Думаемся, считаемся. Да, считаемся, да, то есть, о нас думают, мы считаемся, да. Мы считаемся для него чужими, да, потому что… Продал нас, да. Ваюхаль, дам, ахоль, это Казахейн. И скушать, даже скушал, да. Наши деньги. То есть, все деньги, которые он получил за нас, он уже давным-давно проел, да? Тет Зайн. Можно? Да, давайте. Нужно. Нужно. Кихоль Ашер, киколь Аошер Ашер Гициль Элоким Меавіну Ланугу Леванену Ве Ада, коль Ашер Амар Элоким Элеха Асе. Да, так. Ибо все богатство, которое отнял Всевышний у Отца нашего, оно нам и детям нашим. Да. Так что теперь сейчас все, что сказал бог тебе, делай. Да, совершенно верно. Как сказано было чуть раньше Авраму, слушайся голоса жены твоей, прислушивайся к этому голосу. То есть, заметьте, не сказано делай все, что он тебе скажет, да. Сказано принимай во внимание. То есть, если это не противоречит твоим планам, да, как совет, ты это можешь принять. В данном случае, вот так оно и было. Вот так я повернул. Да. Так, ну, наверное, на этом мы закончим, да. Можете продолжить дальше сами. И с Божьей помощью через неделю мы с вами продолжаем. Теперь наступает праздник Ханука. Но я так понял, что о смысле праздника, значит, много что говорится вот на этой платформе. Если есть желание, что-то из холокальных молитв, что-то мы разбирали. Да, можно гимны, послушай, можно гимны, можно барахот, можно части алеля, тут куча всего, да. Да, имеет смысл, слушайте. Да, конечно. Я постараюсь восстановить, что мы делаем. Маус-сур-е-шу-а-ти-на. Вот все это можно разобрать. Да, вот это можно разобрать. Мы пели, мы пели Маус-сур, мы пели. Ну, Тимофей подпевал, я помню. Прекрасно, прекрасно. Значит, напоминаю, что раз мы это делали, то в архиве это сохранилось, можно это найти, да? Да. Ну, посмотрите, примерно год назад вот в уроках это есть. Так. Так, я помню, что, значит, что-то из молитв мы тоже разбирали, но она будет восстановить. Но можно почитать то, что вставляется в молитву, в праздник, можно ее почитать. Вот. Ну, постараюсь. Постараюсь выделить время на ближайших занятиях. Вот так. Ну, эти дни важны для хасидизма. Сегодня десятая кислева. Вот эти и ближайшие. И мои поздравления в связи с этим тоже. Ну, и с Божьей помощью через неделю мы встречаемся. Спасибо. Окей, посмотрите, секунду. Прежде чем мы закрываем, я вклеил в чате. Я сделал специальный сайт. Он был какое-то время, потом его закроем. Сейчас его снова я восстановил. Рельмот.ру, на нем планируется, на нем сейчас все наши курсы, которые у нас есть, с расписаниями, с линками. Специально сделал линк с комнатой ожидания, чтобы можно было открыто их публиковать, без паролей, без всего. Там же все записи наших занятий. Там же расписание календарь. Пожалуйста, любите, жалуйте. Все, я постараюсь, всю уточненную информацию, что-то меняется, прежде всего, ставить там. Окей? Есть теперь специальная страница в Фейсбуке, которая называется… Ну, вот я уже здесь ее вклеил, она называется «Лельмот Рашен». Там будут тоже дублироваться сообщения о занятиях, и там же будут происходить трансляции, как сейчас идет трансляция нашей занятий. Все наши занятия будут транслироваться там тоже. Окей? Ага. Да. Всем спасибо. Спасибо. Так, Анна, я сейчас попробую вам ответить в переписке. Ладно, всего доброго. Окей, всем счастливо, пока. Пока-пока.